Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Виктория Агапутина, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий на неделе мы обсуждаем то, что важно знать и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Быть счастливым счастьем других – вот формула успеха и земной идеал жизни всякого, кто посвящает себя медицинской науке. В Бресте чествуют медицинских работников. Кудесник со взглядом сокола, мудростью змеи и сердцем льва. С врачом-нейрохирургом Пресской областной клинической больницы Виктором Воронко побеседовала наш корреспондент Анастасия Мелешкевич. Пора взрослеть и расставаться, оставив детство за спиной, мечтать о будущем, прощаться со школой, ставшей всем родной. В городе Бресте прошли церемонии чествования лучших выпускников общеобразовательных учреждений. Вы смотрите программу «Итоги недели» и мы начинаем. Настоящие герои, рыцари в белых халатах и самые неравнодушные и сострадательные люди. Все это о медицинских работниках Брещины. Их профессия сложна и ответственна. Они милосердны и трудолюбивы, а их ремесло уважаемо и почитаемо. 16 июня медицинские работники нашей страны отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии этой даты в городе над Бугом в ходе областного торжества лучшие специалисты, настоящие профессионалы и люди с большой буквы за свои неоценимые заслуги в области здравоохранения были награждены грамотами и благодарностями. Кто они? Лучшие в профессии – люди с большой буквы. На эти вопросы ответит Василина Буцкевич. День медицинского работника – праздник не только врачей, но и фельдшеров, медсестер и младшего персонала. Первый регион насчитывает почти 44 тысячи человек, задействованных в сфере здравоохранения. Из них 7 тысяч врачей и 17,5 тысяч медицинских сестер. Все они стоят на страже нашего здоровья и дарят пациентам доброту, заботу и понимание. Сегодня здравоохранение Брещины стремительно развивается. Переоснащаются медицинские учреждения, осваиваются новые методы лечения. Год качества – качество отечественной медицины только повышается. Главой государства выделяется особое внимание именно системе здравоохранения. Буквально за несколько лет при поддержке губернатора мы дошли до каждого фельдшерского пункта, до каждой больницы сестринского ухода, до каждой поликлиники больницы. Есть также планы и дальнейшего реорганизации, реконструкции, проведения текущих капитальных ремонтов. Потому что здоровье человека – это самое главное, что не на если. То, что глава государства ставит задачу, чтобы мы обеспечили очень хороший комплекс услуг именно по здравоохранению. Чтобы любой гражданин мог прийти в поликлинику и получать нужную консультацию. Иногда даже посещая участкового врача, даже просто поговорить с врачом, где-то проконсультироваться, посоветоваться. И это уже является определенным таким позывом, чтобы получить хорошее здоровье и хорошее настроение. Буквально в конце прошлого года мы также переоборудовали и получили новое совершенно оборудование в наши ключевые больницы. Получили автомобильные средства передвижения для наших участковых врачей. Поэтому эта работа будет и в дальнейшем проделана и продолжена. Потому что время выбрало нас, а соответственно в свое время время выбрало именно систему здравоохранения. Мы видим реальное движение вперед. То, что стабильно развивается здравоохранение. Выделяются большие деньги на материально-техническую базу. Сперва мы по прошлому году проработали по районам. Это ФАПы, участковые больницы, больницы Сестринского ухода. Сейчас переходим на центральные районные больницы, областные больницы. И это постепенно мы все приведем, все здравоохранение, материально-техническую базу, к тем нормам, которые должны сегодня в мире быть. За прошлый год из 344 ФАПов отремонтировано 208. Остальные тоже идут в текущие ремонты, но они не требовали каких-то больших вложений. И поэтому по этому году мы еще пошли по установке модульных ФАПов. Запланировано 7 модульных ФАПов, которые Брежжилстрой первые устанавливали сейчас в Кобрине. Потом будет установлено два Иванова, один Вовоцевичи, Дрогичин, Ганцевичи и вот еще один тоже просили на Барановича. Торжественное мероприятие чествования медицинских работников Брестской области прошло во Дворце культуры профсоюзов. За многолетний добросовестный труд в присутствии коллег руководства области, рыцари в белых халатах получили грамоты, благодарственные письма и дипломы Министерства здравоохранения, Брестских областного и городского исполнительных комитетов Федерации профсоюзов Беларуси. В областном диспансере я работаю практически с интернатурой уже 24 года. Как пришла на интернатуре после окончания Гродненского медуниверситета, осталась, работаю, длительное время работала заместителем главного врача по медицинской части, в общем-то и организовывала всю медицинскую деятельность в нашем диспансере. Вот уже больше года работаю главным врачом этого учреждения. За эти 24 года, да, действительно и лицо психиатрии поменялось. Я думаю, что стало менее травматично идти к психиатру. Все знают, кто такие врачи-психотерапевты, все знают, кто такие психологи, да, и любой из нас может обратиться, получить эту помощь. Грамотность населения выросла в этом отношении, и это важно, правильно, потому что рост психических расстройств, он во всем мире достаточно интенсивный и высокий. Работников медицинской сферы поздравил председатель Брестского госполкома Сергей Лободинский. Он отметил важность и сложность работы героев в белых халатах, а также поблагодарил медиков за преданность своему телу и заботу о здоровье жителей Брещины. Для меня, наверное, очень отрадно, что сегодняшнее мероприятие проходит именно в Бресте. Здесь собрались все медики нашей Брещины любимой. Наверное, надо сказать, что все мы разные, но объединяет нас одно – любимая Брещина. И работая в системе здравоохранения, невозможно, наверное, там работать, если ты не любишь тем, чем ты сегодня занимаешься. Мне искренне хочется сказать, что за всеми вами, за вашими руками, коллективами стоят простые люди, которые каждый день на своем боевом посту борются за здоровье наших людей. Среди награжденных – Брещанка Юлия Гордиюк, врач-педиатр, заведующая приемным отделением Брестской детской областной больницы. Она высококлассный специалист, чьи нежные и добрые руки помогли выздоровлению сотен деток первого региона. В 2006 году я окончила Белорусский государственный медицинский университет, затем была врачом-педиатром участковым Брестской детской городской поликлиники номер один, затем врачом-педиатром приемного отделения и вот последние 7 лет заведующая приемным отделением. Мы осуществляем прием, оказание помощи детям Бреста, Брестского района и Брестской области, госпитализируем, оказываем необходимую помощь, как и у любого доктора. Приемное отделение – место, где начинается лечение пациента. Здесь врачи выполняют, наверное, самую важную задачу – ставить диагнозы и распределяют больных в нужное отделение. Мы на базе приемного отделения можем осуществлять обследования, такие минимальные – это клинико-лабораторные исследования, рентгенологические исследования, консультации узких специалистов. И когда уже у нас есть какие-то результаты, мы дальше определяемся о необходимости госпитализации и в какое профильное отделение. Занимает это где-то от 30 минут до 2 часов. Мы оказываем помощь детям города Бреста, Брестского района, Брестской области. К нам в среднем в сутки обращается до 100 пациентов. Пациенты делятся на плановые и экстренные. Мы осуществляем приемы, оказание медицинской помощи. При госпитализации мы определяем профиль заболевания и госпитализируем соответствующие отделения. Если пациент уходит домой, мы ему оказываем необходимую медицинскую помощь. Пациенты к нам обращаются с разными проблемами, с разными патологиями. Где-то приблизительно 100 пациентов в сутки. Самый часто задаваемый вопрос родителей заболевших деток – можно ли находиться в больнице на госпитализации вместе с ними? На эту волнующую тему у врача-педиатра есть ответ. Дети с родителями госпитализируются только до 5-летнего возраста. С одним из родителей или с одним из законных представителей. С 5-летнего возраста детки уже находятся на стационаре сами. Имеют исключение – это дети, нуждающиеся в уходе родителей, или дети-инвалиды. Конечно, они госпитализируются с родителями. Человека с большой буквы можно распознать по глазам. А в глазах нашей героини – искренняя и нежная любовь к маленьким пациентам. Такому врачу без страха и переживаний можно и нужно доверять своих детей. Мне нравится работа с детьми. Да, наши пациенты, мне кажется, это самые благодарные пациенты, потому что они быстро поправляются. И очень радостно видеть глаза родителей, когда мы им помогаем. Врач – профессия ответственная и сложная. И в профессиональный праздник мы говорим спасибо тем, кто каждый день спасает жизни. Василина Буцкевич, Дмитрий Лельфинюк, Эдуард Бакунович, Юрий Лемантович. Итоги недели. Искусство врачевания известно с незапамятных времен. Знахари, лекари, костоправы, целители, доктора, врачи. Все они помогали человеку в борьбе с недугами. И сегодня в случае болезни человек в белом халате становится главной надеждой и опорой. В нашем следующем сюжете мы расскажем об одной из самых сложных областей медицины, а именно о нейрохирургии. Именно в ней врачебное вмешательство тесно связано с высоким риском. Ошибка может стать фатальной. Об этом, как никто другой, знает Виктор Воронко, врач-нейрохирург Брестской областной клинической больницы. Человек с золотыми руками и добрым сердцем. Так о Викторе Петровиче говорят те, кто некогда оказался на операционном столе, а сегодня живы, а главное здоровы. Тему продолжит Анастасия Мелешкевич. Семь раз отмеряя один отрежь. Очень актуальная пословица для хирургов, а для нейрохирургов в особенности. Они ежедневно спасают людей от страшных болезней, проводя самые сложные и кропотливые операции на головном и спинном мозге, позвоночнике и периферической нервной системе. Работать врачом-нейрохирургом дано не каждому. Ведь чтобы им стать, помимо профессионализма и любви к выбранному делу, у хирурга должны быть глаза орла, сила льва и сердца женщины. Все это есть у врача-нейрохирурга Брестской областной клинической больницы Виктора Воронко. Как признается доктор, он очень сильно любит свою работу. Работу, на которой проводишь больше времени, чем дома. Работу, когда систематически не высыпаешься. Работу, когда встречаешь праздники за операционным столом. Уже порядка 40 лет он отдал свою любимую профессию и останавливаться не собирается. Все хотели быть кто летчиками, кто космонавтами, кто еще что-нибудь. Не обошло и меня. Но потом как-то отец, очередной раз вернувшись с сессии, когда он разговаривал со своим двоюродным братом, а он врач, судебный эксперт, он посоветовал все-таки обратить внимание на медицину. Ну вот обратили внимание на медицину. В нейрохирургию я пришел, будем говорить, довольно случайно. Когда я окончил уже институт, когда я окончил интернатуру, начал работать в травматологовом городской больнице скорой помощи, и мне предложили в нейрохирургию. Я согласился. И с 23 декабря 1982 года я работаю здесь. То есть уже 41 год, 42 год идет. И, по крайней мере, пока не жалею о том, что я пришел в нейрохирургию. Профессиональную карьеру Виктора Петровича можно разделить на два этапа – хирургию и нейрохирургию. И каждый из них сопровождался определенными трудностями. Хирургия и нейрохирургия – это разные вещи, совершенно разные. Пришлось учить неврологию. Это очень большой пласт медицины. И было даже ощущение, что, может быть, и не освою. Когда к концу, помню, второго месяца на курсах начитался столько, что голова уже начинает разносить ее, а у меня представление общего еще не сложилось. А потом как будто что-то переключилось. Щетка, оказывается, и это понятно. Уже на третьем месяце, когда я поехал на курсы, и это понятно, и это понятно. И потом дальше пошло уже значительно легче. Легче не значит легко. Соединить в себе стальной характер хирурга и заботливого, сочувствующего человека по отношению к своим пациентам у Виктора Петровича получилось благодаря совмещению двух этих качеств. К каждому человеку подход индивидуальный. Ведь главное в его работе выявить симптомы серьезного заболевания, нежели оказаться на операционном столе. Есть в хирургии такое понятие, как самая лучшая операция – это несделанная операция. И еще когда-то Николай Иванович Пирогов сказал, что не тот великий хирург, который сделал большую операцию, а тот, который воздержался от ненужной. Ведь оперативное вмешательство – это, как правило, риск. Ну, это сравнимо, допустим, с ездой на автомобиле. Как правило, все заканчивается хорошо. Но кто гарантирует от каких-то непредвиденных обстоятельств, которые даже невозможно учесть? Так же, как и сел за руль, у тебя машина исправная, ты хорошо водишь, да. Но кто-то может оказаться, кто не совсем так это водит, так и в организме. Детально до конца знать все тонкости каждого организма, который идет в операционную, практически невозможно. И поэтому всегда, прежде чем предложить оперативное вмешательство, тщательно оценивается риск этого вмешательства и возможная польза. К любой профессии должно быть призвание. В медицине это особый случай. Именно врачам люди доверяют самое важное – свое здоровье. А потому Виктор Петрович свой путь в нейрохирургии помнит детально. Если начать вспоминать, таких операций было довольно много. И, в принципе, каждая операция, вроде бы даже рядовая операция, она может обернуться очень многими непонятными вещами. Когда приходится, и надо очень здорово постараться для того, чтобы выйти на достаточно хороший уровень. Поэтому сказать, что какие-то вот такое запомнилось, что-то такое – нет. Оно все, идет работа. Вспоминаешь свою первую, допустим, опухоль, которую сделал, это был уже какой, 1984 год, да, или еще что. Но это уже, ну, как сказать, немножечко за эти 40 лет оно как-то скрасилось. Когда речь идет о человеческой жизни, нет права на ошибку. А потому такие профессионалы, как Виктор Воронко, достойны места в медицине. Он всегда подскажет коллегам, поможет в постановке того или иного диагноза. Именно такая любовь и самоотдача не могли остаться незамеченными со стороны руководства и коллег. Воронко Виктор Петрович – это наша легенда и гордость. Я, когда пришел в эту больницу, он уже долго довольно работал в заведующем отделения. Хочу сказать, за тот период работы, с которым мы с ним сталкивались, это человек профессионал, человек умный, человек дисциплинированный, хороший учитель для подрастающего поколения, пример гражданской ответственности, пример профессионализма. Классически в коллективе должна быть сменность поколений. Молодые люди, приходящие после университетов, институтов, средние поколения, которые уже владеют всеми методиками, и наиболее опытные старшие поколения, которые весь свой жизненный опыт, наработанные практические навыки, могут поделиться со своими подрастающими коллегами, передать, так сказать, опыт, как медицинский, так и житейский. Потому что работа с людьми, работа сложная. Тут, кроме технических навыков, операционные, еще нужно владеть общением с пациентами. Коллектив сплоченный был, благодаря и предыдущему заведующему, Владимиру Тихоновичу и Виктору Петровичу, в общем-то, все с удовольствием делились своими навыками, практическими, жизненными, теоретическими. Золотые руки у человека – это хорошо, но всегда работа коллективная. Всегда нужна поддержка товарищей, коллеги, чтобы поставил вовремя плечо, подсказал совет. Даже не то, что опытный человек. И молодой, закончивший университет, иногда может больше знать, потому что у него свежее в памяти все, вся информация. И более новая какая-то информация. Со всеми надо доделиться. Ну, постоянно на связи с Виктором Петровичем. Анастасия Мелешкиевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели». Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови, когда каждый человек может присоединиться к акциям по безвозмездной сдаче крови. Быть донором – это почетная ответственная миссия, ведь она позволяет спасти чью-то жизнь. В Брестской области по итогам прошлого года зарегистрированы 13 тысяч доноров. Из них 20% сдали кровь впервые в жизни. На этой неделе наши корреспонденты посетили несколько мероприятий и пообщались с теми, кто 14 июня по праву отмечает свой праздник. Доноры – люди самых разных профессий, рабочие, преподаватели и студенты, спасатели и чиновники, программисты и художники, люди разных религиозных и политических убеждений, возраста, увлечений, взглядов на жизнь. Однако их всех объединяет одно – готовность поделиться частичкой себя ради сохранения здоровья и жизни незнакомого пациента. В честь Всемирного дня донора в Брестском медицинском колледже прошло торжественное награждение 10 почетных доноров – тех, которым миллионы людей в мире обязаны им своей жизнью, которых вовсе не знают и никогда не видели. Андрей Желнов является донором с 2004 года. Свой донорский путь мужчина начинал, будучи еще молодым специалистом-доктором. Андрей Анатольевич уже тогда понял, что помогать людям – его призвание. И первый, чью жизнь он спас, стал совсем незнакомый ему дедушка. Больше меня всего интересовало то, что дальше будет с моей кровью, как она может помочь кому-то. И, благо, у меня была такая возможность подойти в отделение и узнать, кому моя кровь будет переливаться. И, придя в отделение и увидя то, что вот моя доза Р-массы переливается к тому пациенту, это был дедушка лет 70 ему. И, видя на глазах, как я ему помогаю, это неписуемое впечатление, эмоции переполняли меня тогда. И, наверное, это был тот первый шаг к дальнейшему донорству. И, мне кажется, в жизни каждого здорового человека есть такая прекрасная возможность помочь и дать частичку своего здоровья кому-то. Начал я сдавать кровь буквально с 18 лет, когда после нерождения через 3 дня буквально я пришел первый раз на станцию переливания крови. И вот уже 13 лет являюсь донором. Сейчас я имею звание почетный донор. Вот буквально на днях сдал 90-й раз. У меня отец почетный донор. Он пришел на станцию переливания. И я думал, что это очень хороший идеал – помогать людям. И поэтому я взял с него пример, пошел к его стопам. Благодаря донорству медики каждый день спасают тысячи жизней. Тех, кто готов поделиться своей кровью ради спасения других. В Брестской области сегодня более 13 тысяч. К их числу присоединились сотрудники Брестского облсполкома. Порядка 50 человек поддержали акцию по сдаче крови. В нашей Брестской области на сегодняшний день насчитывается более 13 тысяч доноров. Из них более 9 тысяч – это доноры почетные. Статистика ведется за последние 25 лет, поэтому с каждым годом количество почетных доноров увеличивается. За 2023 год почетными донорами стали 454 донора. Наиболее частыми донорами в нашей службе являются сами работники здравоохранения, потому что мы знаем, для чего это нужно и чем это помогает людям. Дальше очень нам серьезно помогают сотрудники различных предприятий, организаций Брещины, крупных предприятий в том числе и по районам. И, конечно, это силовые структуры, то есть вооруженные силы, 38-я бригада десантная. Вот это самые наши активные участники и доноры. Доктора знают важность донорства, потому что они работают с тяжелыми пациентами, видят тяжелые случаи. Мое мнение, что доктора должны быть примером для того, чтобы учить молодежь, учить общество, показывать пример. Те люди сталкиваются с этим, знают важность этого, тем более в эмоциональном плане, моральном, обязаны принимать в этом участие. Помимо того, что доноры помогли нуждающимся в крови, каждый желающий мог пожертвовать любые денежные средства, которые в последующем передадут в областную организацию Белорусского общества и Красного Креста. В этом году в Республике Беларусь отмечается 60 лет образования службы допомога Красного Креста. Почему оно создавалось? В 1964 году появился такой пик, когда ветеранам Великой Отечественной войны нужна была необходима особенная помощь, потому что это те участники боевых действий, которые, многие остались одни, которым нужна была оказать какая-то дополнительная помощь, и создавалась эта служба. На протяжении 60 лет она очень активно работала, помогала людям, и сейчас она работает и на территории нашей области в том числе. У нас работают 32 медицинские сестры, которые обслуживают 75 подопечных. Это те люди, которым оказывается повседневная помощь, лежачие, одинокие в основном, это люди, инвалиды. И, конечно, она и социальная помощь, но она очень важна психосоциальная, то есть поддержка людей, которым нужен человек, с которым можно поделиться и получить дополнительную поддержку. Поэтому сегодня мы, пользуясь случаем, выставили здесь копилки Красного Креста, для того, чтобы все доноры, которые откликнулись на этот призыв, могли пожертвовать какие-то средства на развитие этой службы. Чаще всего донорство – не одноразовая акция, это образ жизни, который кардинально меняет мировоззрение человека и помогает почувствовать большую значимость своей помощи. Павел Еловой, представитель общественной организации «Белая Русь», стал донором, будучи студентом. Так, за компанию пришел с товарищами и с тех пор уже 11 лет сдает кровь. Считает, больше доноров – больше спасенных жизней. Да, вот еще, наверное, не понимал, наверное, важность и нужность вот этой вот самой донорства и вот этой функции донорской. Когда уже со временем, наверное, уже, будучи уже, наверное, более зрелым, более работающим человеком, я понял, что, на самом деле, это очень важно, очень нужно. Почему? Потому что твоя кровь, она, на самом деле, может кого-то спасти. Того, кто в этом нуждается. Того, кто, возможно, ну, не может вот так вот, знаете, как найти срочно кого-то, чтобы вот ему помогли. А тут ты пришел заблаговременно, так как нужно, сдал кровь, и ее дали тому, кому она уже, на самом деле, непосредственно нужна. Сдать кровь и не остаться в стороне чужих проблем решил и глава московской администрации Александр Прадун, который полностью прошел все этапы. А это сдача крови из пальца, чтобы выявить группу крови. Посещение терапевта, ну а после отправился на сдачу крови. Он все-таки решил для себя, что надо сделать доброе дело. Действительно, есть люди, которым необходима кровь, ее компоненты, таким образом оказать посильную помощь. Я знаю, что все белорусы, не только жители московского района, города Бреста, первого региона, это одна нация, один народ, поэтому должны помогать друг другу. И поэтому я считаю, что это хорошее, доброе дело. Все-таки есть возможность и шанс облегчить жизнь и поддержать некоторых людей. И пришло к такому выводу, что надо тоже в этом мероприятии поучаствовать. Услышать слова благодарности всегда приятно. Иногда простое человеческое спасибо значит гораздо больше, чем что-то материальное. Особенно, если это спасибо сказал тебе человек, чью жизнь ты помог спасти, отдав частичку себя. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о главном и актуальном. Отзвенели школьные звонки. Лето вовсю радует солнцем, а значит, настала пора выпускных вечеров. В этом году учреждения образования города над БУКом закончили 2585 11-классников. Заветную награду за успехи в учебе «Золотую медаль» получили 160 выпускников. По традиции в Ленинском районе города Бреста проходит районный выпускной «Алые паруса», на котором чествуют своих лучших выпускников. В празднике жизни и юности «Ленинцев» приняло участие 739 выпускников, из которых 53 медалисты. Торжество началось с масштабного шествия по улице Ленина и продолжилось в парке культуры и отдыха. Как прошел районный выпускной и какие сюрпризы подготовили организаторы, расскажет моя коллега Василина Буцкевич. «Алые паруса» – это в первую очередь праздник «Малой Родины», ведь Ленинский район гордится своими юными жителями и образовыми выпускниками. Волнительно, торжественно и ярко прошло шествие на улице Ленина. С каждым шагом красочной колонны праздник чувствовался все больше. Улыбки и трепетные слезы грели сердца участников. Наверное, самого важного и по совместительству последнего вечера школьной жизни. С прекрасными результатами меня все устраивает. Я очень рада, потому что и аттестат, и слово образца, что непременно радует. И экзамен тоже я сдала прекрасно. У меня 100 баллов по белорусскому языку, чем я очень довольна. Еще сдавала химию на ЦЭА, на ЦТ биологию, потому что поступаю в медицинский университет. Поступать я собираюсь в БГУ в Минск. Заканчиваю я ее, как и многие, достаточно с большими успехами. Все-таки учебные заведения достаточно престижные. Самые престижные в районе, на самом деле. Средний балл 9.0 в аттестате. Все достойно. А как вы специально поступаете? В университете. Я собираюсь поступать на ФМО, международные отношения. Первая гимназия в сердцах навсегда! Поздравить выпускников с их праздником прибыли почетные гости, руководство города и района, депутаты и представители предприятий. Надо сказать, что результаты наших ребят сегодня выше, чем прошлогодние. Мы имеем 169 копилки медалистов. Это, наверное, говорит в год качества о том, что оказываемые услуги образования, они оценены. И то качество, которое мы сегодня вкладываем в ребят, хотелось бы увидеть завтра отдачу. Конечно, завтра их ждут вступительные экзамены, поступления, переживания. Но само, наверное, действие, которое сегодня происходит в городе, оно символично, потому что это останется на всю память. Это благодарность нашим родителям, наставникам по жизни, которые идут вместе с нами всегда. И, конечно, нашим ребятам пожелать удачи, терпения и, наверное, не изменять себе своим желанием идти только вперед. Сегодня праздник проводим. Праздник для всех выпускников школ Ленинского района. Стандартно, достойно подходим с хорошими результатами. Это 53 медали. Одна серебряная, 52 золотых. Это пять победителей республиканского этапа Олимпиад. Это семь стобальников, но мы всегда смотрим не голую статистику, только стобальники. 23 человека сдало на 98-99 баллов. Где-то, наверное, везения не хватило, где-то, может быть, какие-то другие причины повлияли, но мы все равно считаем их победителями. 12 ребят победителей университетских Олимпиад, то есть они автоматически поступили в высшее учебное заведение. Кроме того, очень важно для нас, что практически 200 человек получили профессиональное у нас обучение, и они во взрослую жизнь шагают уже с рабочей специальностью, то есть тоже вполне может пригодиться ребята, готовые ко взрослой жизни. Самый торжественный ожидаемый момент белых парусов – вручение заветных медалей лучшим выпускникам Ленинского района. В этом году их 53. 52 медали золотые, одна серебряная. Ребята с гордостью принимали свой заслуженный трофей, и все они уже точно знают, как сложится их жизнь в ближайшие пять лет. Собираясь поступать в Брестский технический университет, я очень рада, что я закончила. Его зовут Валерий Валерьевич, это учитель истории. Я рада, что он был моим классным руководителем, хороший, честный, справедливый учитель. Я благодарна ему, что он был моим классным руководителем, и желаю ему всего самого лучшего. Медалистка. Планирую поступать в медицинский университет, на стоматологический факультет. Расскажи, какие у тебя сейчас эмоции? Очень смешанные эмоции, то есть и какая-то буря внутри меня, и в какой-то степени мне не верится, что я уже выпускница, что не придется вставать в школу, что делать домашние задания, все это не надо. Все это уходит, и грусть, конечно же, очень грустно уходить из школы, очень грустно. Большие достижения в области информатики. Поступаю уже в наш Брестский политический университет, на факультет информационной системы и технологий. Скажите, вы, чем будет вам хватать в школе? Мне будет не хватать общения, наверное, своих друзей, дорогих учителей, всех незабываемых комментов, которые мы получали за времена школьных годов. Пока активисты и медалисты получают свои награды, слезы радости и гордости на глазах преподавателей и родителей. Они все 11 лет помогали юношам и девушкам в их становлении взрослыми людьми. Им, несомненно, получилось воспитать достойных граждан своей страны. Выпуск 2024 года нас радует. Это три класса. Это первый выпуск, первая группа, восемь человек инженерной направленности. Это наша гордость. Это два учащихся. Это Дедик Саша, наш медалист, который выиграл внутреннюю университетскую олимпиаду в нашем техническом университете. У него диплом в первой степени по физике, диплом в третьей степени по математике. Пашвинчук Глеб, диплом в первой степени по математике. И они являются уже студентами. И мы им правы гордиться такими ребятами. Это ребята, которые принимали участие в таком модном, инновационном, скажем, проекте, как модный перекресток. И также они принесли огромное количество побед. Поэтому это замечательные дети. И мы надеемся, что они найдут свое будущее. И наша страна вправе будет гордиться этими ребятами. Сегодня очень трогательный момент. Сегодня выпустился из школы мой сынок. Школа номер 27. Хочу пожелать ему успехов, терпения, достижения успехов, чтобы у него все получалось, исполнялось. И также он был внимательный, любимый нами, чтобы у него все получалось. Организаторы праздника подготовили для выпускников приятный сюрприз – праздничную лотерею. Фортуна была благосклонна к Дарье Галиевской, выпускнице средней школы номер 8 города Бреста. Она выиграла замечательный подарок – отдых для всей семьи в парк-отеле «Лесная гавань». Но это еще не все сюрпризы, дорогие друзья. В этом году мы даем старт новой традиции. Каждый выпускник Ленинского района получает памятный сувенир – монету на счастье. Завершил районный праздник школьный вальс. Красивая традиция – символ взросления выпускников. Выпускной вечер. Закончена школа, впереди новая жизнь в новом статусе. И в праздничный день все для них – цветы, шары, звуки вальса. По золотой лестнице успеха и достижений поднимались выпускники – медалисты учебных заведений Московского района. 108 золотых и 8 серебряных медалей – таков итог учебного года, который для этих молодых людей выдался особенно насыщенным. Олимпиады, конкурсы и, конечно же, подготовка к централизованному экзамену и тестированию. Все это теперь осталось позади. Сегодня юноши и девушки стоят на пороге взрослой жизни, которая принесет новые впечатления и эмоции. Чего хотят выпускники 2024? О чем мечтают и в чем залог успеха? Ответы на эти вопросы в сюжете Анастасия Мелешкевич. Знаковое событие для отличников – получение золотых и серебряных медалей – началось в церемонии почтения памяти воинов-интернационалистов, которые тоже в свое время заслужили медали за подвиги на полях сражения. Еще не успев окончательно встать со школьной скамьи и расправить крылья навстречу зрелости, вчерашние школьники уже скучают по беззаботному детству. Я рада тому, что этот этап завершается, но не в связи с тем, что это было тяжело, трудно, это был, безусловно, очень полезный опыт, но я бы сказала, что от нового этапа я ожидаю не меньшего, а даже большего, и что медали – это своеобразный стимул трудиться еще больше и дальше делать лучше. Лицей помог мне развить свои волевые качества, приучил меня к порядку, к дисциплине, и, безусловно, я благодарна этому учреждению образования за психологический комфорт и за то, что педагоги и дети делают для меня, как в плане образовательного процесса, так и в плане психологического комфорта. В этом году из учреждения образования Московского района выпустилось более 1600 выпускников. Из них на небосклоне Московского района зажглись 108 золотых и 8 серебряных звездочек, которые теперь будут озарять своим ярким светом лучшие вузы страны. Ценность для нас представляют не только золотые медалисты, ценность представляет любой выпускник. Наша задача, чтобы и мы должны были сработать в этом плане, сработали или нет по каждой вступительной кампании, чтобы каждый из них нашел свое место в жизни, или в учреждении высшего образования, или в учреждении среднего специального образования, чтобы каждый из них достиг в будущем профессионального успеха, получив профессию. Да, золотым медалистам существуют определенные льготы при поступлении в высшее учебное заведение. После возложения цветов к памятнику воинов-интернационалистов торжественным маршем по одной из самых больших улиц города прошли отличники учебы, активисты общественной жизни школы района области. Каждый из этих ребят уже смог себя проявить. Хорошим толчком такого саморазвития стали наставления педагогов и, конечно же, их личный пример активной гражданской позиции. Эмоции смешанные, это немножко грусть, потому что 11 лет уже за спиной, все самые веселые, приятные, теплые моменты позади. С другой стороны, радостные эмоции, так как новый этап жизни, университет, новые знакомства, возможности. Поэтому нельзя так однозначно сказать грусть или радость, но в любом случае приходит понимание, что это закончился важный этап в моей жизни. Закончена школа, впереди новая жизнь в новом статусе. По золотой лестнице успеха и достижений поднимались выпускники, медалисты учебных заведений Московского района. Одна латинская пословица гласит, что человек учится не для школы, а для жизни. И это действительно так, ведь именно школа учит преодолевать трудности, которые неизбежны на жизненном пути. Что будет дальше, зависит от самого человека. А в этот вечер они, их учителя и родители, принимали поздравления от главы города Сергея Лободинского. Много сегодня будет сказано хороших слов. И, наверное, самое главное, то, что те результаты, которые вы показали, и оценены по праву, и получите эти золотые и серебряные медали, говорит о том, что и сами вы умницы, и те, кто рядом с вами, это родители, наставники, которые поддерживали. Это те люди, которые вкладывали вас в душу для того, чтобы завтра вы могли, наверное, в полной мере показать все эти возможности, которые сегодня вам открывает наш город, наша область и наша страна. Все мы разные, но объединяет нас одно – любимый Брест. И мне хочется, чтобы в нашем любимом Бресте по приходу после студенческой скамьи уже вы показали свои возможности, прославляли свою школу или гимназию, свой город и нашу страну. Радостные в то же время грустные выпускники, по-особенному родные педагоги и, конечно же, родители. Благодаря усилиям всех этих людей школьные годы у ребят были по-настоящему чудесные. Все они вложили частичку своего труда, любви и терпения для того, чтобы этот день настал. За спиной бессонные ночи – непростые школьные будни, а впереди – непростая ночь, насыщенная и интересная взрослая жизнь. Самое главное – это стремление. Если у тебя есть цель получить золотую медаль, то ты будешь ради этого все делать, стараться, и тогда точно все получится. Верить в себя, быть уверенным, что все получится. И я думаю, у каждого есть возможность получить золотую медаль. Я никогда не сидела и не изубрила ничего. Я думаю, что надо правильно распределять свое время, и тогда все получится, и ты будешь успевать и поучить уроки, и популять, и повеселиться. Мы гордимся с папой очень за наших девочек. Я считаю, не надо настаивать, заставлять. Они сами это все понимают. У нас воспитанные дети достойно. Они знают, к чему стремятся и получают этого. Я не ожидала от тебя таких результатов, на самом деле. Ни одного балла не хватило до золотой, но я не расстраиваюсь, потому что это супер, получить такую великую награду. Ну, достижение в жизни, минуту славы. Я собираюсь поступать в БРГТУ. Я хочу попробовать себя на инженер-экологом. Буду ли я скачать по школе? Конечно, естественно. Я там проучилась с первого класса по одиннадцатой. Я буду скачать по своим одноклассникам, по школе. И, в принципе, мандраж перед выпускным сегодняшним. В школе нельзя научиться всему, но можно научиться учиться. Выпускники-медалисты за все годы обучения определенно раскрыли в себе эту способность. Они яркие, амбициозные, активные. У них на все свой собственный взгляд. Уже сегодня вы своими успехами, целеустремленностью заложили надежный фундамент будущего. Сегодня в московскую, в копилку московского района добавилось 116 медалей. 108 золотых и 8 серебряных. Это достойный результат и показатель вашего упорного труда. Ребенку в данный момент получить золото или серебро – это ответственно и очень трудно. Гордимся и мы рады, что у нас есть медалисты. Выпускники школы так и этих красивых молодых и амбициозных людей больше никогда не назовут. Ведь этот праздник, который не повторится никогда, но бесспорно запомнится на всю жизнь. Последний звонок уже отзвенел, все экзамены сданы, а значит настала пора самой трогательной школьной традиции – выпускного вечера. В теплый пятничный день в третий раз в городе Жабенко прошел праздник районный выпускной. Для 184 молодых людей это момент прощания с детством и время, когда нужно строить планы на будущее. По традиции выпускной для жабенковцев начался у памятника советским воинам и партизанам и продолжился торжественным шествием в городской парк, где и состоялся яркий праздник. Какими видят себя в будущем выпускники 2024? Наш корреспондент Василий Набуцкевич именно этот вопрос задавала молодым людям. Для юношей и девушек Жабенковского района наступил особенный день – день выпускного вечера. Герои праздника – 184 вчерашних учащихся, которые получили аттестаты зрелости и сказали «прощай родным учебным заведениям». По традиции торжество началось у памятника советским воинам и партизанам. Здесь выпускники, их родители и наставники, а также высокие гости возложили цветы в память о тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Вот уже третий год подряд мы проводим районный выпускной на нашей Жабенковской земле. Традиция эта была заложена Вадимом Васильевичем Кравчуком, заместителем председателя Брестского облсполкома, и мы стараемся ее продолжать. Конечно, это очень волнительно не только для наших ребят, не только для их родителей, но и для нас, как руководства района. Потому что каждый год мы пытаемся превознести что-то в наше мероприятие, что-то новое, что-то неожиданное. Сегодняшнее мероприятие называется «Корабль мечты», потому что на пирсе наши ребята будут запускать кораблики счастья, удачи, успеха. А мы, естественно, взрослые и руководство будем желать, чтобы все эти мечты, которые они запускают в Большой океан плавания, обязательно исполнились из болезни. После возложения по центральной улице города Спутника Кирова выпускники праздничным шествием прошли к городскому парку, где развернулось главное мероприятие – вручение золотых медалей аттестатов. Красочное, трепетное и радостное шествие ознаменовало конец детства и начало взрослой жизни юных, активных и красивых жабинковцев. Сегодня по-настоящему торжественный день для каждого из вас. И это не просто торжественный день, это, наверное, такое событие одной из самых главных в вашей жизни. Сегодня тот день, когда можно подвести такую некоторую черту. Вы получили первый этап образования, прошли, вступаете в первый шаг во взрослую жизнь. И сегодня, получив аттестат, для вас откроется, ну, если, наверное, так можно выражаться, дверь во взрослую жизнь, жизнь возможностей, жизнь приключений, жизнь ответственности. 11 лет назад выпускники начали длинный путь под названием «Школьная жизнь». Для ребят наступила ответственная пора – прощание со школой и определение своего жизненного пути. Многие юноши и девушки уже решили, куда двинется их жизнь, а 11 золотых медалистов точно знают, что их ждет в будущем. В торжественной обстановке председатель Жабинковского райисполкома Андрей Кузьмич вручил им заветные награды за их труд. Медалистка я, потому что я училась с 8 класса, она отлично, ну, в принципе, с 1 класса она отлично училась. И больше всего мне понравилась химия с биологией, поэтому я и выбрала этот путь, и дальше планирую поступать в медицинский. Чего хочется пожелать своей поднаглассе? Ну, чтобы у них тоже все в жизни получалось, поступили туда, куда хотят, и им эта работа приносила только все самое лучшее. Думаю поступать в медицинский университет, на стоматологический факультет, ну вот, золотая медаль. Очень взволована, меня все трясет. Классно. Чего хочется пожелать своим одноклассникам? Успехов, удачи, в будущем. Время сказать спасибо самым близким и родным людям, родителям. Из рук почетных гостей мамы и папы медалистов получили благодарности за воспитание юношей и девушек, чьими достижениями уже гордится их малая родина. Самое положительное, ну что можно сказать, у нее все впереди, она умница, она добивалась этого с самого детства. Ну, на самом деле, большая гордость за такую умницу, у нее все впереди. Она добилась того, чего она хотела. Она когда-то в первом классе сказала, что она будет учиться на дне десятки. Она это сделала, поэтому только успехов ей во всем дальнейшем. Вы всегда меня поддерживали за то, что вы помогали мне всю мою сознательную жизнь. Я вам очень благодарна за все. Я вас очень люблю. Эмоции зашкаливают, если честно, нет слов. Мы ей очень гордимся, любим и верим, что у нее блестящее будущее. Нет слов. У папы нет слов. Папа поддерживает мать, поддерживает ребенка. Мы поддержим ее во всех ее начинаниях, во всем. Мы ее очень любим. Как символы удачи, счастья, мира и добра, прощания со школой и вступления во взрослую жизнь выпускники выпустили цветные кораблики. И немного изменив известную фразу из мультфильма «Летучий корабль», мы можем сказать им только одно. Школа, прощай, в добрый путь. Василий Набуцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, итоги недели. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты БОК-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БОК-ТВ есть и в социальных сетях. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Виктория Гапутина, прощаюсь с вами. Мира и стабильности, спокойствия и здоровья вам и вашим семьям. И новости в домах пусть будут только добрыми. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин